Подонки, иначе трудно назвать, я сегодня послушал, как он называется, герои. Человек 15 лет в партитанском отряде был, 38 лет отслужил в армии, к чему он говорит, да? Слушайте, ну это подонок, полная конченая тварь. Ничего святого даже близко не может быть, да? А вот им деятелям, меня, кстати, очень сильно поразило уровень его интеллекта. Слушайте, это интеллект не 42-43-летнего человека, а это интеллект 12-14-летнего подростка. И это, в общем-то, само по себе опасно, что такого, в общем-то, человека с очень низким интеллектом, с очень-очень-очень большим элементом недопонимания всего, что происходит вокруг, на полном серьезе нам толкают здесь в какую-то оппозицию, якобы, как западные спецслужбы, так и некоторые деятели Запада, которые взахлеб орут о его необходимости освобождения, всерьез его называют оппозицией. Я не могу представить, чтобы где-то в европейской стране, в США или еще какой-то стране был такой оппозиционер. Но это же позорище полное. Я давно говорил, что нельзя серьезно воспринимать его как оппозиционера, хотя бы потому, что он никогда, нигде не служил, никогда, нигде не работал. Как говорит Сергей Сергеевич Карноков, максимум, что мы доверили быть старостой в школе. И то, наверное, было плохое староство. А советники господина Белова вне штата, я уж не говорю это, понятное дело, да? Но то, что я ушел сегодня, я пришел в ужас. В ужас. И вот это кумир определенной части таких же детей. Теперь понятно, почему к детям-то апеллирует. Интеллект и умственные способности человека, они ни на что больше не годятся, понимаете? И вот он поэтому пытается ими манипулировать. Значит, да. Вот сейчас мы обратимся к Армену Гаспаряну. И если Сергей Сергеевич подошел, то тоже, пожалуйста. Армен, добрый вечер. Я понимаю, что вы сегодня почти 7 часов или сколько Сергея Сергеевича работали, работали, да, честь вам и хвала. Но вот я повторю, что я сейчас сказал. Меня больше всего в этом поразило. То, что он хам и негодяй так относится к этим людям. Я лишь напомню, что кроме ветерана он обидел, значит, ныне покойно великого актера Владового, Лео Бакери и так далее. Ну, сегодня нет ни воспитания, ничего. Удивительно, но у него отец полковник. Как он его воспитывал? Ну, еще больше всего поразило. Ментальность этот человек, интеллект. Это интеллект 12-14-летнего ребенка. Армен, чем это ты объяснишь? Семен Аркадьевич, ну, во-первых, целый ряд офицеров армии генерала Ласова были потомственными военными. И на них как-то верность присяги не очень сказалась. Поэтому господин Навальный здесь вовсе не какой-то эксклюзивный сочный фрукт, от которого мы должны сплеснуть руками и подумать, как такое могло быть. Много чего было в истории. Я смотрел сегодня его вот это вот выступление в суде вместе с коллегами, вместе с Сергеем Сергеевичем. И поймал себя на мысли, что это какая-то принципиально новая страница, конечно, в предательстве нашей страны. Потому что все предыдущие процессы над подобного рода публикой имели под собой две параллельные линии поведения. Линия первая – это глубочайшее раскаивание, признание сразу во всем и расчет на то, что суд будет гуманный. Линия вторая – это восседание в гордой позе. Мне не заштыкается. Я вот искренний ваш враг. И делайте со мной, что хотите. А вот сегодня я увидел нечто новое принципиально. Во-первых, для меня удивительно, конечно, что, будучи юристом, господин Навальный абсолютно так и не удосужился понять, что же такое суд. И он не в силах даже понять каких-то элементарных вопросов. Та манера поведения, которую он выбрал, заставила вдруг, мне кажется, что даже его немногочисленных поклонников, потому что они не ожидали такого. Они увидели обычного самого гопника, возраста примерно 16-17 лет. Это еще старшалатый, но он 14-го максимум. Да, извини. Ну, он ростом все-таки, Семен Аркадьевич, побольше, чем... Ростом он взрослый человек, умственные способности, Гарбе. Нет, умственных способностей Семена Аркадьевича там не было и нет по определению. И дело даже не в том, что, в принципе, весь суд можно было закончить за 10 минут. Вот он мог выйти и сказать первыми же словами, отец, прости, дурак я набитый. И все. И на этом можно было бы поставить точку. Но для этого надо иметь, как вы совершенно справедливо заметили, во-первых, мозг, а во-вторых, надо иметь сильное мужское волевое начало. А вот с этими двумя компонентами у господина Навального как-то вообще не задалось. И в результате мы увидели абсолютно постыдное действие, оскорбление всех вообще, кого только можно. Вот я много читал и читаю об истории коллаборационизма в годы Великой Отечественной войны, в том числе документы по процессам и в том числе газетные публикации. Ну вот есть у меня такая страсть к этому. Я никогда не мог бы подумать, что я буду вот нечто подобное, мало того, что видеть сам, еще и буду вынужден эту всю мерзость абсолютную комментировать в прямом эфире. Когда ты говоришь и понимаешь, что тебе надо вообще слова какие-то подобрать, потому что есть закон, есть этика журналистская, есть много чего. Хотя никакие слова здесь вообще неуместны. Вот после всего того, что я сегодня увидел, начинаешь как-то некоторые вещи лучше понимать. Вот начинаешь понимать настроение людей, которые аплодисментами встречали казни коллаборационистов на послевоенных процессах. Безотносительно там раскаивались они, как они себя вели. Просто есть вот ментальная традиция, что подобного рода публика должна быть наказана. Мне очень жалко судей, которые вынуждены были вот за всем за этим наблюдать весь сегодняшний день. Я понимаю, что нам то же самое еще предстоит в следующую пятницу. Мне очень жалко зрителей этого безобразного действа. А знаете, еще больше, Семен Аркадьевич, мне жалко родителей Навального. Вот его отца военного. Вот что сегодня он чувствовал? Мне просто интересно. Вот понимал ли он, будучи человеком военным, что в русской государственной традиции уважение к офицеру – это была незыблемая практика? Что постыдно было говорить подобного рода вещи публично? Господин Навальный это сегодня многократно сделал. Но очевидно, что это недостатки воспитания. Кстати, никогда не думал, что это скажу, но может быть его супруга, я имею в виду Юлию Навальную, может быть она именно по этой причине не пришла сегодня в суд. Может быть она понимала, что будет, и просто не захотела об этом мараться. Но вообще это, конечно, чудовищно. У меня нет другого слова. Просто чудовищно. Это глубокое, очень человеческое нравственное падение. А самое страшное, знаете, Семен Аркадьевич, он ведь ничего не понимает действительно. Вот сегодня камера несколько раз показывала лица адвокатов Навального, ведь даже они в ужасе. Но даже они, будучи его доверенными лицами, не понимали, что он творит. То есть, вернее, они понимали, но они не находили объяснения здравого вот этому вот поступку. У меня есть только одно. У человека просто ломка от каких-то препаратов. И нам, ну то есть не нам, вернее медицина должна будет выяснить, что это за препарат, и стараться как-то его, наверное, в чувства человеческие приводить. У него же впереди еще один процесс минимум. Это по статье о мошенничестве в особо крупных размерах. А еще 275-я статья корячится всем вместе там, всем этим деятелям ФБК. Потому что ничем другим вот это вот грехопадение, я объяснить не могу. Я не знаю, насколько господин Навальный вообще человек именно христианской этики, христианской морали. И я прошу заранее прощения у всех зрителей Соловьев Лайф, но я просто должен это сказать. Знаете, я сегодня увидел животное. Я еще раз приношу свои глубокие извинения людям за эти слова, но я их могу еще раз повторить. След за писателем Буниным. О, какое это животное! Вот, собственно, Семен Анатольевич, больше мне сказать нечего. Армен, я тоже был поражен, конечно. И то, что он говорил, как он отвечал, такое ощущение, что это ребенок попал куда-то и не понимает, куда он попал. И искренне полагаю, что с ним дальше будут заигрываться, так сказать. И вот в рамках этого, в контексте этого, как Сергей Сергеевич подойдет, подключите нам его тоже для беседы. Я хотел тебе задать вопрос. Скажи, пожалуйста, Навальный, другие так называемые сотрудники ФБК, ну, в той или иной мере сейчас, конечно, понесут ответственность. Ну, не все, к сожалению. Я посмотрел, как Мария Певчих на дожде вся из себя исходила, обещая всеми всякие угрозы и освобождение любимого Алешеньки, так сказать. Ну, она, кстати, по интеллекту явно повыше, конечно, Навального. Ну, скажи, ты считаешь, что если эта система ФБК будет выбита, то все, что ли, на этом? Давай честно, откровенно говорить. Это ведь система образовалась, правильно? Система людей, которые задействованы, в общем-то, в антигосударственной деятельности и направлены... Ну, покажите Певчих, да. Разные наши, я хотела сказать, людоеды, но нет, это не людоеды, это депутаты. Нет, это людоеды. Лидия ЛДПР Владимир Жириновский говорит, Алексей Навальный должен по совокупности за все нарушения российских законов получить 15-20 лет тюрьмы, а после чего еще около пяти лет провести в лечебных учреждениях, заявил РИА Новости, официально вполне, лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Вы не боитесь, что вот после этих двух с половиной или два и восемь лет, которые сейчас... Вы, ну, как бы, обязали Навального находиться в местах не столь отдаленных, может последовать какой-то следующий срок? Ведь действительно Путину очень невыгодно и неприятно иметь Алексея Навального на свободе. Слушайте, я бы хотела сказать, сколько самому Владимиру Жириновскому придется провести за решеткой и вместе со своим сынули Игорем Лебедевым. Вот кому полагается много времени за решеткой, возможно, даже в каких-то психиатрических заведениях. Вот это парочка. А по поводу того, по поводу Алексея и количества лет, которые он проведет за решеткой, это, знаете, все зависит от нас. Я не сомневаюсь, если делать прогноз, что сделают наши враги, это, естественно, то, что они будут продлевать и продлевать этот срок до бесконечности, до того момента, пока Путин не уйдет от власти. Но я еще раз повторю, единственное, над чем мы вот и сейчас, над чем будем концентрировать все наши усилия, это то, чтобы вытащить Алексея из тюрьмы. Мы верим, что это возможно. Мы верим, что есть способ это сделать. И мы будем прикладывать все усилия к этому. А будет... Ну, Армен, ты слышал, что суть не в этом. Я даже о чем хотел сказать. Я считаю, что Навальный, его это ГОП-компания, это лишь небольшая составная часть схемы, такой системы направленного уничтожения нашего государства. И когда мы об этом говорим, правильно сказалось, мы не возбудим статью 275 о измене Родины, мы так и не доровимся до истины, кто у нас конкретно где как занимается. Потому что кроме Навального у нас в стране есть телеканал «Дождь». Вот сейчас мы видели, это еще не самое, так сказать, похлеще. Они там говорят последние дни, да и до этого. Эхо Москвы, как ни парадоксально существует на средства государственной кампании, который выдает такое, что дальше некуда. Мы сегодня на Невзорве тоже остановимся этим подонки. Он там наговорил по Зоикам Семидемьянской и не только. У нас есть целая пледа других структур, типа «Открытая Россия», «МБХ-медиа» и так далее. У нас есть образовательная система, и ты с ней знаком, настолько несовершенная, насколько трудно представить, которая просто штампует антигосударственных деятелей, которые потом выплескиваются на улицу. И не мудрено, учитывая, кто там преподает, все эти Шульманы, Шульман, Быков, так сказать, да, и многие другие, там, Николаев, и это Ельцин-центр и так далее. И, естественно, мы не можем не видеть, что всем этим здесь заправляют из-за рубежа, да, уже чуть ли не в открытую. Самое характерное было посещение суда над Навальным, то ли 16, то ли 18, то ли 33, то ли, бог знает скольки, там, чуть ли не 40 представителей различных посольств, да. Открытое оказывает, открытое давление. То есть это уже, ну, просто расчехлили, что называется, да. И они приехали защищать один из своих, так сказать, винтиков, в который они инвестировали с целью разрушения страны. Ну, мы должны отдавать себе отчет, что у нас, по большому счету, особо времени-то нет. Надо демонтировать эту систему. Я уж не говорю о тех деньгах, которые вливаются сюда, и которых открыто заявляли американцы о миллиардах долларов, открыто сюда вливают деньги Ходорковский, Чичваркин и прочие-прочие деятели. Так, да? То есть это система. Я боюсь чего, что мы сейчас зациклимся на Навальном, да, и вот как бы с Навальным что-то вроде как бы, слава богу, лучше позже, чем никогда, хотя бы что-то решается, и на этом, скажем, ну, все, теперь спокойно, дальше работаем, развиваем страну и так далее, да. Но ведь это не так. Тут много осталось механизмов, на которые будут воздействовать с целью дестабилизации ситуации в стране. Вот, посмотрите, покажите нам господина Рашкина, который он, получается, вчера там выступал, да, и призывал к революции. Это что, вот как с этим-то быть? Это более опасный деятель, чем Навальный. Если не будет возможности изменить ситуацию социально-экономическую, политическую, кадровую через выборы, у народа останется только одна улица и революция. Улица и революция. Верно! Верно, как вы!